всем привет саня пользу этой стандартно топил смарт сегодня у нас sony один вид вроде бы у них айпи 68 где-то указано ip65 довольно сомнительная штука потому что здесь у нас есть миниджек и я очень надеюсь что он не утонет как любезно с концами вроде пока работает как будет после утопления я вам расскажу обязательно на канале пользы от меня зовут они здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства и сегодня я расскажу вам о смартфоне sony xperia 1 и что это такое чем это едят почему это считается профессиональным устройством и насколько он крут если говорить сразу сходу и маркетинговыми словами наверное более приятное лежащего в руке устройства я не встречал если только брать компакты из разряда допустим zenfone of 10 сейчас выйдет 11 я его обязательно куплю расскажу вам или iphone mini которые уже не перевыпускаются он узкие с другой стороны он высокий или по-другому длинный то есть он выше чем iphone 15 pro max чтобы вам не было скучно я с айфоном 15 pro max его вам сравню почему это актуально потому что на момент того когда это дело выходило 15 pro max отсутствовал в продаже и сейчас особо интересно насколько этот профессиональный смартфон относительно этого будет лучше снимать хотя опять же не в профессиональном режиме а в автомате потому что профессиональный режим оля мануал вы можете накатить на любой смартфон еще и google камеру установить еще и на штатив еще и заставить все вокруг замереть в общем вы понимаете что все будет зависеть от ваших ручек здесь я буду тестировать все в лоб у нас здесь направленный микрофон миниджек помимо этого еще тайпсишник версии 3.2 помимо этого просто за шесть сотен пикселей плотность это у экрана вау 21 к 9 совершенно нестандартное разрешение экрана стерео и несмотря на то что в азии эта штука стоит все еще космос несмотря на то что в европе эта штука стоит еще космос почему-то в россии как всегда sony на 50 процентов дешевле чем везде в прямом смысле и у нас на него хотя бы можно смотреть что еще здесь интересного здесь три программы для видео прямо сразу в стоке сканер отпечатков пальцев в кнопке кому это нравится во флагманах вам повезло вот он ваш флагман смотрим распаковка упаковка стандартная для sony все в минималистичном стиле и формате экологичности выглядит упаковка разумеется привлекательно на ней с название и краткие характеристики модели упаковка я бы не сказал что надежно комплекте мы имеем сам смартфон без наклеенной защитные пленки краткое руководство и все нет кабеля зарядки нет блока питания не чехла да и в целом как вы видите по большому счету мы имеем только один смартфон ключ для извлечения слота здесь не требуется опять же если вы сможете поддеть слот и достать его но у некоторых это дело не получается и приходится использовать ключ слот к слову на 2 наносим карты или одну наносим карту и карту памяти micro sd xs до 1 терабайта так что считайте он гибридный вес смартфона составляет всего 187 граммов а габариты 165 на 71 на 10,5 миллиметра вместе с блоком камер но не считайте что это очень мало потому что несмотря на то что он узкий он длинный розыгрыше море читаем описание какие сейчас актуальны постоянно это 5 мебендов 8 серии разыгрывается за лайк подписку и комментарий к любому видео ежемесячно подписывайтесь с колоколом перейдем же к смартфону полетели приобрести можно данный девайс в черной расцветке серебристой и расцветки зеленые хаки при том зеленые хаки у перекупа всегда дороже дизайн и вправду запоминающийся в целом смартфон внешне очень далек от android смартфонов других брендов да и от ios устройств вообще от всех устройств он отличается внешне рамка смартфона выполнена из алюминия грани прямые а также они имеют текстуру в виде полос тыльная часть выполнена из стекла защитой corning gorilla glass victus материалы не марки за что плюс ко всему смартфон не скользкий в руках он лежит удобно пользоваться одной рукой можно но опять же это не компакт хоть он ее уже чем практически все смартфоны что у меня на руках были не считая всяких там zenfone они конечно маленькие или айфонов мини собран смартфон качественно да и материалы не дешевые водонепроницаемость и защита от пыли и влаги есть стандарт айпи 65 и айпи 68 на корпусе расположена кнопка питания качели регулировки громкости кнопка спуска затвора разъем для зарядки из битой psy версии 3.2 с поддержкой функции от г и дисплей порт за что плюс напоминаю для того чтобы использовать 32 у вас должен быть соответствующий порту самого устройства плюс кабель по поводу подключения смартфона по кабелю к телевизору для трансляции изображения все стандартно подключаете тайп си подключаете hdmi играйте поиграть в такие игры как в diablo целом можно вот шутеры или в ганшин импакт играть уже сложно так как появляется задержка но здесь уже магия электронов от игры зависит и от многих других условий от кабеля тоже далее на корпусе можно обнаружить микрофон и миниджек на три с половиной миллиметра а вот и к порта здесь нет для вывода звука установлены стереодинамики с качественным звуком поддержкой dolby атмоса ds ee ultimate на базе искусственного интеллекта для улучшения качества музыки 360 reality аудио и не только при том что хочу отметить так как динамики здесь расположены грамотно никаких перекосов нету вибромотор тактильно приятные настраиваемые со всякими там фишками но по мне он не такой мощный и хороший как у ван класса хотя своя харизмы и свой характер у него есть плюс еще особые настройки чего только стоит динамичная вибрация это когда время вибрации по соотношению к звуку сводится кому-то может быть будет интересно поиграться самое интересное смартфон оснащен плоским oled 4k hdr дисплеем на шесть с половиной дюймов с отличным разрешением в 3840 на 1644 пикселя и частоту обновления экрана до 120 герц но экран не лтпо экран использует технологию браво hdr ремастер x1 for mobile engine для более качественного изображения ко всему он поддерживает hlg hdr 10 защита у него корнинг глаз виктус второй версии и самая печальная с одной стороны и хорошая соотношение сторон 21 к 9 что это значит это значит что весь youtube у вас будет просто с громадными рамками цветовой охват сто процентов 10 p3 плотность пикселей космическая 643 опять же пожирает батарею быстро но все равно максимальная яркость по моим замерам было 850 люксов а пиковая 1200 люксов но пиковая яркость здесь включается рандомно смартфон моментально сбрасывает яркость чертова тучу раз проводил тесты несколько раз выходил на улицу при солнечном свете может быть у меня как всегда брак либо прошивка какая-то другая стала но общем смысл в том что в солнечный день пользоваться смартфоном без проблем не получится ненадолго только получится им пользоваться без проблем достать сказать о отличный экран и убрать обратно если будете пытаться пользоваться минуты полторы все будет плохо автоматическая регулировка яркости подстраивается хорошо и быстро но опять же какое-то время потом он сбрасывает просто яркости все точно 240 герц результаты теста на частоту касания выдают средний результат мультитач на 10 касаний откликается хорошо процент шима довольно космически все видите на экране это наверное не очень хорошо но опять же хотя с другой стороны это не самсунговские 30 процентов это не так критично хотя и неприятно экран лично мне понравился не считая конечно подбородка и верхней рамки удобно что в настройках есть функция для персонализации цветопередачи хотя все равно ощущение что экран желтит у меня присутствует я не знаю почему белого здесь очень тяжело добиться разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного в кнопку блокировки что конечно же не соответствует цене вообще никак а также можно распланировать стандартными способами разблокировки а вот распознавание лиц почему-то в настройках я не обнаружил магии электронов или у них с фронталкой все совсем печально или я не доползал но это неважно потому что сканер отпечатков пальцев работает в принципе довольно хорошо хотя и можно завести пять раз один и тот же отпечатка пальца процессор здесь установлен qualcomm snapdragon 8 ген 2 стих процессом 4 нанометра с 8 ядрами максимальная частота которого 3,2 гигагерца графический процессор стандартный здесь обвесом adreno 740 интерфейс на базе андроида 14 версия оперативная память lpddr 5x на 12 гигабайт внутренняя память ufs 3 1 на выбор 256 гигабайт или 512 гигабайт имеется поддержка вай фай 6 версии не 7 поддержка 5g сетей 4g сетей и ниже ко всему для 4g есть 7 3 20 band датчик приближения отрабатывает хорошо подлагивание не было аудио кодеков достаточно к слову bluetooth чип установлен версии 5.3 не 5 и 4 low energy напоминаю что последние 5 и 4 по поводу всяких звонков без уведомления собеседника о начале записи их здесь нет для бесконтактной оплаты смартфон оснащенный на все модулем gps стоит показывает точность в лучшем случае 6 метров вот так странно должен 3 далее емкость аккумулятора 5000 миллиампер часов писем арки work performance смартфон выдал 15 с лишним тысяч баллов он поддерживает быструю зарядку до 30 ватт беспроводную зарядку и реверсивную конечно 30 ватт для android смартфона это нереально мало могли бы сделать поддержку хотя бы 67 ватт потому что от нуля до сотки у меня он заряжался а сейчас 30 иногда час 10 но в основном час 30 за 30 минут он заряжался мне на 38 процентов обычную на 39 иногда и за час 20 час 10 когда как на сто процентов от нуля опять же не с одного процента в паб за один час игры уходит 26 процентов заряда при том что играть комфортно только первые 30 минут далее проскакивают фрезы он сбрасывает яркость и в принципе и после этого будет комфортно играть но на уровне смартфона за 1000 так 19 допустим пока x6 перейдем же к тестам гикбенча шестом сингл кори он выбивает 2037 баллов мульти кори 5345 gpu скорей 8793 троттлинг тест я прогонял на 100 потоков при 60 минутах и результат мы имеем 301 гипс минимум максимум 423 гипса в среднем 313 гипсов в antutu смартфон выдает 1 миллион двести двадцать четыре тысячи попугаев и storage тест показывает 93000 результаты прогонки в 3d марки вы можете наблюдать на экране отмечу что в solar bay тесту на устойчивость дает не больше 80 процентов wildlife стресс-тесте 68 процентов придем к самому интересному это зачем в целом покупают смартфоны от sony основной сенсор здесь стоит sony imx 3 восьмерки на 52 мегапикселя полноэкранный режим 48 мегапикселей эффективный и 12 мегапикселей для фото он имеет оптическую стабилизацию апертуру 1 и 9 не лучшую к слову фокусное расстояние в 24 миллиметра и угол обзоров 84 градуса и максимальное разрешение для видеосъемки здесь у нас 4к 120 fps телефото сенсор sony imx 650 на 12 мегапикселей с апертурой 2 и 3 2 и 8 фокусным расстоянием 85 миллиметров оптической стабилизацией и пятикратный оптический зум последний сенсор это сверхширик sony imx 563 на 50 мегапикселей с апертурой 2 и 2 все сенсоры с тыльной части используют автофокус дуал пиксель с фронта же расположили сенсор на 12 мегапикселей с максимальным разрешением для видеосъемки в 4к 60 fps объективы вот сейс с калибровкой специально под эту модель покрытие c стилет подсветка в наличии как и микрофон с тыльной части смартфона в смартфоне есть три приложения для съемки фото и видео и cinema про видео про и такое же приложение для фото в приложении для фотосъемки с различные настройки и фильтры шаблоны для фотосъемки настройки эффекта боке ночная съемка точечные настройки не только переключаться в этом приложении на видеосъемку можно для нее также есть ряд полезных и нестандартных настроек которые в android смартфонах в стоке не везде встречишь cinema pro настройки куда более детальной отмечу что качество видео фотосъемки действительно интересно и заслушивает внимание но хорошие кадры изображения можно получить только после ручных настроек и тому подобному опять же если вы используете ручные настройки прорез вам в помощь на любом из яблок которые это дело поддерживают они по мне очень сильно по соперничают sony так что все профи кто что-то там красит в большинстве своем ушли на яблочке короткий пример а вы сейчас увидите в обычных настройках без желания сравнивать для вас iphone 15 у макс и сольку один и дымка у основного модуля понятия не имею почему потому что специально все протирал очень быстро заляпывается соники вский модуль это раз два определенный момент что у ультраширик яблоко включу но сравнивать я его не буду потому что у сумки вы нельзя включить от 1 а 2 ультраширик ужасные усойки вот смотрите и это в 4k 30 fps сейчас намного ли лучше решать вам я не скажу что прям вау эффект у меня какой-то опять же нужно будет смотреть как будет и того но пока это вот все плохо у меня нет желания вообще сравнивать sony sony я сравниваю только потому что игорь оператор попросил ему понравился смарт мне тоже он безумно понравился но в отрыве от чего то еще то есть sony норм если ты ничем не сравниваешь при том опять же яблоко не лучше по съемке если не снимать прорейсе ночью однозначно еще раз 4к 60 fps ночь вот этих вот 10 секунд вам будет более чем достаточно для того чтобы оценить всю глубину глубин данного устройства sony но он классиками вот тоже как как магия sony в общем еще 4к 60 fps в лифте нужно освещение чуть другое уже и как вы видите sony но опять же еще как вы видите на моей картинке sony совсем плохо кстати расстояние одинаковое заметьте насколько больше берет sony хотя нет это эффект экрана в общем вот так вы сможете себя снимать при плохом освещении и того мы увидим уже в ролике потому что неизвестно как она запишет больше для интереса себя самого 4к аргумеет 60 fps ночь сравнение двух смартов и наш любимый пони основные модули потому что ультра ширик у sony не как мужчины ну вот ультра ширик у sony которая не очень хочу сравнивать разумеется вот так сможете снимать ультра ширик ультра ширик ультра ширик основу притом можно ультра ширик основу фронталка яблоко 4к 60 fps фронталка sony 4к 60 fps я думаю всем кому было чуть-чуть интересно все все увидели и всем всего хватит вот проезжающий транспорт как будет никуда не двигаться самому так исключительно для развлекалого даже не для сравнения это разумеется стандартное разрешение на 4к 60 fps инсталляция под китайский новый год при том днем кстати она выглядит почему-то эпичные хотя возможно у меня такое смутное ощущение что просто она мне уже приелась и поэтому выглядит не как-то супер мегаэпично нет она и правда не супер мегаэпично в прошлом году было веселее но не в этом на наверно нет в этом-то и был смысл вам показать как снимает один и второй смарт данных условий и фронталочка в тех же условиях 4к 60fps и да мне холодно при 23 уже когда-то было при минус 46 не холодно и бегал на старость не в радость вот так сможете снимать на ярком солнце допустим против солнца ну что же день сравнения съемки 15 pro max соньки xperia 1V или 1.5 кому как удобно как хотите называйте так сможете снимать на ярком солнце допустим против солнца ночью мы уже снимали не сказать что стаб отрабатывает где-то прям супер мега супер но снимает неплохо если говорить о ощущениях я повторяю что сонька конечно в руке лежит волшебно но на этом поэтому ее супер качество не заканчиваются еще материалы классные без чехла а вот этот чистый андроид и все остальное это довольно сомнительное удовольствие я вам скажу специально провелся как минимум не блещет ощущение не тянет не тянет ну и в общем не самый плохой ну еще раз мучаю лифт в общем по поводу стоимости смотрите понятно что 15 pro max дороже не в стойке сейчас уже сейчас все равно дороже но если опять же с яблоками сравнивать я выбираю между 15 промок всегда 15 15 лучше тысячи раз со своими телевизором x3 ну и по стоимости это такая же штука как сон это все повторяю что если есть кто-то может объяснить в чем суперфункция смартфона sony с камерами напишите потому что я их не нашел все такие же функции как у всех и синим и режим на фронталке яблоко против sony вот так сможете снимать опять же тоже в режиме автомат но чуть-чуть другая программа те же самые условия насколько хорошо или плохо вам решать по мне фронталка как отрабатывает я не вижу почему потому что экран потемнел потому что вокруг солнечную и да вот такие вот такие у sony дела как там кто там говорил что нормально на солнце снимает вы 15 секунд использовали а обожаю вообще тестировщиков у меня брак мне наверно опять брак вот так 4к 60fps sony против яблока и это режим cinema pro вот так вы сможете снимать буквально секунд 30 те кто понимают киношной картине картинки я думаю оценят хотя бы соотношение сторон и пусть режим автомат то есть я никогда не извращаюсь с ручными настройками но в этом режиме автомат вы можете на айфоне переходить на ультраширик на самсунге переходить ой на sony переходить на основной модуль и плюс помимо этого вы можете совершенно свободно оценить как просто от программы меняется картинка и она поменялась прям нереально нереально на вот так они сделали облана эффективно это против солнца просто алгоритмы другие две программы съемка абсолютно разные яблоки ну что же начнем делать то чего делать не стоит почему потому что все эти сравнения необходимо делать на своем компьютере если вы опять же разбираетесь фотографии у соньки здесь у нас апертура 19 iso 200 выставлена и в принципе все довольно неплохо выглядит если говорить про яблоко то апертура 18 iso 400 кто здесь лучше угадал по цветам больше угадала яблоко но оно пересветлило по мне с балансом белого здесь была беда вот этот вот синий цвет как вы прекрасно понимаете ночью это не новые машины потому что sony хочет в автомате чтобы вы видели все намного красочнее если говорить про детализацию в целом плюс-минус я бы сказал одинаково опять же яблоко я тоже фото делал не в RAW формате хотя вот с этими источниками света было лучше у яблоко по мне если говорить про вот эти неоновые вывески то же самое получше края не замылены основной модуль используется и в целом что один что второй девайс справились в принципе выдержка здесь стояла автоматическая поэтому здесь у нас человек поплыл здесь он хотя шел не поплыл видите один к пятидесяти а здесь наверно один к пятнадцати вот так в целом вы сможете снимать ночью на основной модуль повторяю что основной модуль это сильная сторона sony но из для примера смотрите я открыл две фотографии с sony и одну с яблоко на яблоке iso 160 на sony у нас две фотки попытки номера с iso 1000 и апертура 2 и 0 здесь у нас iso также 1000 апертура 2 и 0 что мы видим мы видим что с художественной точки зрения и вообще в принципе лучше отработал sony хотя его камеру фронтальную я ругаю и у яблоко ну здесь шар прям лютый шубов море и может быть в каких-то моментах он лучше отработал с светом все очень много зависит от алгоритмов и как бы я не ругал фронталку в конце или в начале она здесь отрабатывает вообще отлично пусть даже деталей мало ну что война телевиков притом здесь у нас уже слева айфон а справа sony не говорите мне что он неудобно я знаю зато проверяем реакцию и все вот прибежал сделал фотографию быстро здесь ее не использовать а в sony можно использовать один к восьми выдержкой и здесь у нас одна двадцать пятая нормально вообще прям прям sony справилась прямо хорошо и за финалить я бы хотел тем что sony это все-таки про ручной режим вот это автомат то есть заметьте я в принципе в ручных режимах принципиально не снимаю потому что это уже соревнование больше человека а не машины а вот это соревнование алгоритмов и в принципе учитывая освещение здесь не студии на видите выключено освещение портрет ну прям вау цвет рубашки соответствует да здесь есть шумы да есть может быть вот здесь шумов много но искажение по минимуму если брать фотографию как отдельно и как за тебя подумали то здесь прям sony молодец и таких фоток было море в том числе и ночные фотографии очень часто получались удачно с другой стороны шумов очень часто очень много но этим если честно и самсунги новые грешат поэтому однозначно говорить о том что смартфон не стоит рассматривать как камерафон нет это чисто воды камерафон если здесь поработать ручками то получилось бы вообще волшебная картина вот и весь анализ в принципе а вообще исходники качайте и смотрите что с этого смартфона можно вытянуть а вытянуть можно многое что же sony 4к 60 fps притом переход свободный с ультраширика давайте ультраширик посмотрим на основной модуль разумеется цвета меняются динамический диапазон летает вообще все летают и будем надеяться что 4к 30 fps будет поприличнее но обратите внимание на телевик я вам скажу что этот телевик очень интересные дела 5 и 2 x10 смотрите какой объект а он вытягивает оттуда вообще очуметь так ну еще раз основной модуль но вот это место конечно печально и телевик телевик основной модуль что из этого лучше отработает решать вам разумеется тот кто будет работать с sony конкретно со смартфоном без штатива он будет печалиться больше но может быть я еще буду несколько раз снимать под съем по мне интересный потому что объект многоцветный многие кстати снимают подобные ролики не только шортс и блогинг рулит и вот так уже 4к 60 fps готовые под съем главное что не уронить до 4к 60 fps тут футблоггинг телевик смотреть как он плавно переключился на x2 x1 ультраширик 4к футблоггинг ультраширик основу x2 телевик и видео в ресторанную вот так вот выглядит вот так вот и x на основной модуль пицца на телевик 3.5 x2 и ультраширик как он тормозит оооо если вы это видите то все хорошо так режим basic основной модуль зелень 4к 60 fps да к плюсам я отнесу 120 fps но его на тьюзи смысл нет вообще никакого до такой степени корявое меню что очень не хочется с ним разбираться но в видео вы видите это фронталка и увеличение на фото максимум 15.8 с другой стороны x100 это тоже мыл мыльное где бы мы не встречали но все равно хорошо что фронталка может снимать 4к 60 fps и даже относительно того что я говорил в стриме в принципе смарт может быть даже уже почти стоит своих денег сейчас на старте вообще никак не стоило потому что свои плюшки здесь есть но я в конце расскажу автоматический режим sony 120 fps он может снимать у нас интересует 60 правильно вот с фокусом автофокусом вы видите что не особо трабло но и не особо приятно что насчет переходов на ультраширик и на телевик нет нельзя 4к 60 fps перейти и до этого был режим нт сейчас ст тоже самое 4к 60 fps камера чуть-чуть дышит я не совсем понимаю почему но вот так но как он снимает мне нравится это не похоже ни на что это x35 это уже 4к 60 fps на телевике 35 опта 5 и 2 и максимум 15 6 ощущение как будто ты через дымку снимаешь и как говорится ничего не поменялось это вот просто получается я нажал и он плавно сам переключается с этим телевиком конечно у них не все волшебно может какая-то задумка и было но они ее не допилили вообще никак sony и ультраширик также может снимать 4к 60 fps хотя ощущение что здесь 60 fps в наличии нету можно переходить с 07 на x1 ну и все за счет автофокуса на ультраширике он есть час фронталка с line включена для видео и вот можете оценить насколько хорошо он может снимать такая себе фронталка понятно что условия ужасные но напоминаю что в таких же условиях я тестирую все и то что у нас сейчас они не очень хорошие не дает ему право также снимать хуже остальных вот без дополнительного освещения 4к 60 fps место на котором я часто снимаю я хочу отметить что снимает основном модуль супер классно но вот состояние как была беда так и осталось если вам нужен основной модуль sony не похож ни на кого то есть у меня сейчас ощущение что я снимаю вообще не какую-нибудь камеру прям топовую очень классно вот остальные штучки sony которая раздолбала к сожалению вот это вот чтобы штуку поменять стоит как крыло самолета вот так вы примерно сможете снимать ну что режим basic 4к не 60 fps и вот так сможете снимать себя на ультра шире к основу их 2 или вик 3 5 5 2 3 кажется от кпс округа моды и вот так сможете снимать максимум 3 5 так вот это вы вряд ли увидите потому что здесь 4к 120 по поясню как вы понимаете это дело нужно растягивать и в итоге получать очень даже интересную неплохую картинку так кто скучал по конверсу такие вот сейлы много разных моделей но это 120 fps так что можете смотреть исходники 4к 120 fps скинув телегу кому надо может скачать вот эти вот все равно у меня все умирают и без дополнительной влаги это маленький рынок посвященный китайскому новому году 4к 120 fps еда много воды мало людей много компаний вернемся к 60 fps в магазине нет мы не ищем легких путей все равно не понимаю почему он не хочет переходить на фронтал как самсунг я шучу ну вот так он снимает и в целом если брать освещение неплохо так как он не снимает никто на основном модуль супер но опять же ультраширик также снимает 460 fps но отвратно телевик очень-очень сомнительный я думал когда смотрел обзор что что-то поменялось нет как было непонятно что так и осталось и фронталка и да я в курсе что я убил чехлом смартфона великолепный но станут будет продан с нормальным состоянием они как ну без за 60 утра а кирпичилась 4k 60 попросил его съемки в магазине немного вкуснях совсем чуть-чуть ножом натрия и фронталка это кстати до этого был натуральный свет а сейчас стандартно как-то я разницы не вижу вообще как будто мудное все время ну и футболгинский финал просто лапша и немного стандартной штуки это под тай и как я понял ручное управление фокусом iso 80 64 125 250 фокус вручную эквивалент 24 миллиметров 85 миллиметров автофокус еще раз разок конечно ощущение что ты на соль поснимаешь на обычную на камеру и стейк немного футболгинга цену сейчас можете посмотреть по ссылке в описании к видео учитывая что это sony это больше игрушка я считаю что в каком-то смысле она адекватно но досмотрите дорезюмирую не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи ему лично телеграм-канал по ссылкам в описании там все еще аттракцион невиданной щедрости от пока продолжается пока x6 у нас стоит 19 пока x6 про 2426 и пока м6 про по 14 с копейками продают но еще и сяоми ты продают свои сяоми 13 про плюс по тридцатке что тоже довольно неплохо в общем у сяоми распродажа а в китае китайский новый год не забудьте подписаться на мой личный телеграм-канал и еще телеграм-канал для стримов там я гоняю телефоны в онлайне этот смарт этом тоже гонял резюмировать я хочу довольно просто смотрите здесь есть ip68 я его потопил умер он или нет вы узнаете в моей личной телеге я напишу об этом к вечеру по поводу того стоит ли приобретать это устройство я могу вам сказать так если у вас есть деньги на подобные игрушки в фанат sony почему нет то есть когда он стоил 150 тысяч рублей разумеется нет когда он стоит 80 но с одной стороны это можешь сказать что но это космос с другой стороны уже 150 стоил еще по другому курсу проще говоря это 800 долларов что можно приобрести за 800 долларов не из китайцев разумеется можно приобрести samsung с 24 будет ли он лучше да будет ли он интересней однозначно нет если говорить про удобство использования она нулевое это не игровой смартфон ты поиграешь полчаса ну ну и все второе потребление контента есть он очень много если говорить о съемке 24 процента в час он поедает в 4 к 60 fps и даже не думает перегреваться или отключать экраны это очень круто относительно других устройств что я тестировал если говорить про съемку вообще в принципе здесь очень классный основной модуль можно сказать чистый android очень во многих моментах радует но абсолютно бесполезный экран для потребления контента потому что соотношение 21 к 9 вы понимаете вот с такими вот рамками смотреть на ютюбе это дичь у него есть еще один огромный минус у этого смартфона если брать аксессуары допустим камере он не нужен вот вообще никак если говорить про камера то мониторы под них я отдельные навесные беру по поводу мануала в ручных настройках видеокамера так их вообще море этих программ где можно использовать мануал на смартфоне за 10000 рублей если говорить про его аксессуарную линию ноутбуки у sony дорогие я не нашу не назову их топовыми телеке классные ног смартфону телек бесполезен наушники что-то в эске трогала сам наушники у них лучше обзоры все на канале на все возможные наушники от sony топовые полноразмерки то же самое просто топ я от них прям прямом смысле в восторге но чего у них нет так это фитнес-браслетов за адекватные цене конкурентоспособных и умных часов нету тоже и в целом sony вот с этой ценовой политика мы живем в японии у нас такси от аэропорта до центра токио стоит как ваши наушники флагманские ну хорошо не хотят они других рынков и ладно возвращаясь ко всему вот это вот дело за те деньги за которые просят в россии за него принципе теоретически можно рассмотреть потому что здесь есть много фишек и защита от влаги топовая и карта памяти и миниджек и плотность пикселей и съемка если вы любите мануал извращения ну и соответственно бренд sony в целом все что я хотел я вам сказал в целом девайс смешно сказать но меня порадовал потому что мне было приятно держать его в руках вот вот и все купил бы я себе такой конечно нет советовал бы я пользоваться моей аудитории таким разумеется нет это про тех людей которые в комментариях у меня писали я купила и мне нравится он красивый он красивый если вы купили или планируете купить я уверен что если вы знаете что такое sony это дело вам понравится оболочка глючит программное обеспечение каме от камеры как было так и осталось ничего не запоминает даже при выходе ультраширик телевик и фронталка мы лет но с основным модулем можно неплохо поиграться но ощущение от того что у тебя что то что не у всех она принципе присутствует надо ли вам это решать вам но повторяюсь своим подписчикам я однозначно говорю девайсу нет девайсу для тех кто любит sony однозначно и да потому что мне кажется вы не разочаруетесь в этом деле буду ли я приобретать sony дальше зависит от того что вы напишите в комментах и сколько будет просмотров будет много просмотров еще закуплюсь соньками еще и новые sony куплю когда выйдут будет мало просмотров покупать не буду я уже понял что это такое это для энтузиаст добра и удачи вам дорогие друзья